МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в гостях чемпион мира по традиционному ЛУШу, мастер спорта международного класса Алексей Лихов. КОНЕЦ КОНЕЦ Алексей, сколько лет уже ты занимаешься в УШУ? Ну, так сразу сложно сказать. Примерно лет, наверное, 15. 15 лет это профессиональное занятие УШУ как спортом, или все-таки ты начинал в любительском клубе? Я начинал заниматься УШУ, когда оно не было развито как таковой, как спорт. То есть я занимался чем-то подобным. Это называлось УШУ. Но было кунг-фу, на самом деле. Да, кунг-фу, там были элементы каратэ, дзюдо, проводились разные спарринги, учили непонятные тао, подчатнутые тренером, откуда ты из журналов или еще откуда. У меня такой каверный вопрос к тебе. Ты дзюдоист, да? Ты даже был чемпионом зональных соревнований в Сибири, кандидат в мастера спорта. И вроде дзюдо – это тоже интереснейший вид единоборства. А почему ты ушел в кунг-фу, в УШУ, в восточные такие ударные единоборства? Ну, я думал много об этом, почему я вот так перешел в УШУ. Наверное, все-таки раньше это было запрещено. Запретный плод сладок. И так я был маленьким, когда это все открылось, хлынуло. Мне просто стало интересно. Я попробовал, позанимался. Долгое время занимался дзюдо и УШУ одновременно. Но потом как-то отдал предпочтение УШУ. Самый запоминающийся момент в твоей карьере как мастера УШУ уже когда-то состоялся как спортсмен. Самая для тебя почетная и приятная награда на соревнованиях? Ну, слава богу, таких моментов было несколько. Все-таки, конечно, чемпионаты Европы, турниры в Китае разные, пекинские, шаолинские. Ну, а самое важное? Самое важное? Все-таки, наверное, я считаю последний чемпионат Европы, когда я стал чемпионом на Габаре. А расскажи немножко о своих впечатлениях о первом чемпионате мира по традиционному УШУ. Ну, первое впечатление, конечно, это громаднейший размах соревнований. То есть там участвовало 2300 человек. То есть масштаб, с которым это все было организовано, громаднейшие декорации, которые были построены на открытии. То есть там скалы, куча народу, там, не знаю. А сам турнир, сами соревнования? Сам турнир мне тоже очень понравилось. Вот где я соревновался в моем виде было около 85 человек. Была сложная, конечно, конкуренция. Это китайцы, азиаты разные. То есть приходилось соревноваться с европейцами и американцами. Из Австралии спортсмены приезжали. Конечно, было приятно, что такое количество большой людей съехалось на этот турнир и было приятно победить. Традиционное УШУ, оно сложнее, чем нормативное, то УШУ, которое по международным правилам сейчас? Я думаю, все-таки спортивное УШУ сложнее, так как есть обязательные элементы, которые должны делать все спортсмены. И, соответственно, если кто-то что-то не выполняет, то им делать ее спортивную УШУ нечего. А в традиционном достаточно широкий спектр стилей, которые подразумевают под собой прыжки, медленные какие-то движения. То есть каждый человек может подобрать под себя определенный стиль. Твой любимый вид в УШУ – это длинное оружие, короткое оружие, тюаньшу, то есть кулачный бой. Что тебе больше нравится? Нравится мне на самом деле два вида, которые я исполняю. Это Наньдау и Наньсиань. Наньдау у меня, конечно, посильнее вид, но так как Наньдау – это оружие, Наньсиань – это кулак, все-таки… Опорный вид, базовый, да? Да. Он имеет очень широкую базовую руку, но мне он интересен. То есть, конечно, он не отстает от Наньдау, но я работаю над ним, мне он нравится очень сильно. Леш, ты снимаешься в кино, у тебя уже была роль в фильме «Возвращение в Шаолинь», где съемки проходили, в том числе в Шаолинском монастыре, в легендарном. Вам помогали ребята из Шаолини, а китайцы из школы Люхайчао в Тагу, прямо рядом с монастырем. Сейчас у тебя выходит новый фильм «Гений дзюдо». Что для тебя значит кино, и не крутится ли голова вот от этого? Ну, конечно, славновато заниматься и тем, и другим, потому что все-таки хочется выкладываться на полную катушку и в кино, и на соревнованиях, особенно когда пересекается подготовка чемпионата мира, чемпионата Европы с фильмом. Это достаточно сложно. Мне интересно, так как это самореализация, я могу реализовать себя и там, и здесь. Слава богу, получается неплохо. Съемки фильма «Гений дзюдо» проходили в разных местах, в частности в горах, на Красной Поляне, где иногда съемочная группа поднималась на высоту до 2000 метров. Часть сцен была снята на живописной реке Нзымта. В фильме Алексей Ильихов играет роль мастера дзюдо из школы самбо-70. Он чемпион России, но он никогда не думал, что дзюдо – это не просто олимпийский вид спорта, но и реальное боевое искусство. Жизнь поворачивается таким образом, что ему приходится встретить отшельника, который раскрывает ему секреты подлинного, настоящего дзюдо. Какую вот ты отдачу ждешь от этих фильмов? Какова цель вообще вот этих фильмов, в которых ты принимаешь участие? Ну, в первую очередь я считаю, что, посмотрев эти фильмы, люди, дети в первую очередь, они пойдут заниматься спортом. Это, мне кажется, самая главная цель сейчас для меня. То есть, основной – это пропагандистская роль, то есть, кино должно пропагандировать и боевое искусство, и здоровое образ жизни. Да, конечно, потому что, например, я тоже пошел в уши, смотря на фильмы Джеки Чен и Брюссали, я был в восхищении от их техники вообще, от того, что они творили на экране. Ну, сейчас, слава Богу, показывают ретроспективы фильмов Джеки Чена, мы часто видим фильмы Брюссали и Джеттали, и отрадно, что появились наши отечественные доморощенные мастера боевых искусств, которых тоже приятно видеть на экране, в том числе и тебя. Это здорово, я тебе желаю успеха на этом поприще. Слышал, что вот 18 ноября как раз будет релиз на DVD и на видеокассетах в «Союз», да? В «Союз видео» можно будет купить твой фильм. Отлично, посмотрим с удовольствием. Но вернемся к ушу. Тренировки. Для того, чтобы достичь такого же мастерства, посмотрев на то, что вы сейчас делаете в зале, невольно вообще задаешься вопросом, сколько же времени нужно потратить? Хотя бы прыжок на 720 градусов, там сложнейшие вот эти вот арабские сальто и с оружием это все делается. Как вот, можно нашим телезрителям будет наверняка интересно, каков средний объем времени в день, который тратится на достижение вот этого знаменитого гунг-фу или кунг-фу мастерства в ушу? Ну, я понимаю, что, наверное, не все могут себе позволить люди тренироваться столько, сколько профессиональные спортсмены, так как они занимаются этим очень много и почти все свое свободное время тратят на тренировки. Чем больше, тем лучше. Ну, соответственно, должно время оставаться на отдых. Ну, в среднем нужно это тратить 4 часа в день. В среднем. Каждый спортсмен, конечно, индивидуальность. И Екатерина, и Алексея отличают свои черты характера, свойственные только им. Но, безусловно, у всех спортсменов высокого класса, у чемпионов это воля к победе. А ты пробовал применять вот навыки в ушу в свободном спарринге? Участвовал в соревнованиях по сальдатам, по другим видам? Да, я, конечно, пробовал и на тренировках, и с ребятами, и моими друзьями, кто занимается сальдат, пробовал спарринговаться. В принципе, неплохо получается. Был у меня опыт, конечно, выступления по сальдатам в Питере, где я занял второе место. Ты, по-моему, из-за травмы проиграл. Да, я проиграл из-за травмы. К сожалению, получилось с моей стороны не очень хорошо. То есть, в первую очередь, наверное, все-таки не за то, что у меня было мастерство ниже, я был слабее, а определенную ошибку допустил. Просто технически. Мало кто из тех, кто уступает в Ушу-Таулу, пробовал свои силы в реальном поединке. В контакт. Алексей Лихов один из тех, кто проверил свою технику, приняв участие в чемпионате России по Ушу-Тинда. Это поединки, полный контакт с определенными ограничениями в правилах. Здесь разрешено все. Удары коленями, броски, удары в лицо, в грудь и в корпус. В этом бою Алексею пригодились не только навыки Нань Цюань, которым он мастерски владеет, но и подготовка борца-дзюдоиста. Несколько схваток он выиграл красивыми, зрелищными бросками. Самая сложная часть в тренировках Ушу, самая болезненная для тебя, то, что для тебя вот с трудом тебе дается? Ну, наверное, в первую очередь сложность заключается в стадии тренировочного процесса, когда уже мышцы уставшие, когда они болят, когда уже эмоциональное истощение произошло. То есть, и вот задача стоит, и ее нужно достигать. То есть, неважно, что ты делаешь, отрабатываешь позиции, отрабатываешь прыжки, отрабатываешь там ОФП, общую физическую подготовку, либо еще что ты делаешь, концентрируешься. Просто очень сложно вот именно в этот момент себя заставить. Это выносливость или это скорее терпение? Я думаю, это и то, и другое, включая самодисциплину. Тщеславие в хорошем смысле слова. Они не должны останавливаться на достигнутом. И каждый раз, после каждого, после каждой победы, задавать новую цель, новую планку и стремиться к ней. Я видел, как в фильме, вот в новом гене дзюдо, ты демонстрируешь асаны из хатха-йоги. Ты продолжаешь заниматься йогой? Или это для фильма, для ночь фильма? Нет, конечно, я занимаюсь потихонечку йогой. Конечно, времени у меня не так много, так как все время я уделяю ушу. Но, в принципе, если остается в свободное время, есть желание, я, конечно, занимаюсь. Мне это очень нравится, помогает. Просто на уровне асана или ты делаешь пранаяма, какие-то другие упражнения? Не-не-не, на уровне асана. На уровне асана. То есть как средство для поддержания гибкости, да? Сколько тебе лет сейчас? Сейчас мне 27 лет. Какие-то непокоренные вершины в спорте еще есть, которые ты хочешь покорить? Я хочу выиграть на чемпионате мира в Париже. Это будет в 2005 году, по-моему, да? Ты будешь выступать в Троеборье, как обычно? Да, я думаю, буду делать нэнсуани, нэндао и нэнгун. Но есть реальные шансы завоевать медаль? Я надеюсь, иначе бы я не тренировался. Будешь стараться, да? Мы с нетерпением ждем релиза твоего фильма нового с твоим участием «Гений дзюдо». Он выходит, напоминаю, 18 ноября. И надеемся, что ты продолжишь вести у нас уроки техники, которые очень понравились телезрителям. Мы получаем множество отзывов по урокам Тунзэгун и техники ног с твоим участием. Желаем тебе успеха и желаем завоевать золотую медаль на чемпионате мира в Париже в следующем году. Спасибо большое, я постараюсь. У нас в гостях был мастер спорта международного класса по УШУ, чемпион мира по традиционному УШУ Алексей Лихов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова